До работы без риска подскользнуться. Этой зимой ходить по тротуарам стало гораздо легче, а главное безопаснее, утверждает Ирина Дурасова. Улицы посыпают специальным биореагентом. Асфальт практически без снега и обувь остается в хорошем состоянии. Не то, что несколько лет назад, когда на дороге сыпали песок с солью. Зимой для меня это очень важно, чтобы не скользить, не падать. Главное, что вот этот раствор, ведьма, лед растопит, и ходить уже легче. Десятки лет зимой в Самаре дороги и тротуары посыпали песочно-соляной смесью, состав которой следует из названия – песок и техническая соль. Не столь прозрачны последствия. Всю эту смесь вместе со снегом вывести не удается. Примерно треть оседает на дорогах. В итоге – пыль и оголенные местами газоны. Чтобы последствия борьбы с гололедом были минимальны и для окружающей среды, и для людей, в Самаре приняли программу по поэтапному переходу на безопасные экологические реагенты. Оказалось, что есть в этом и экономическая выгода. Хоть цена современных реагентов выше, чем песок с солью, учитывая весеннюю уборку города, выходит дешевле. В газонах, часть та, которая ближе к дороге, трава там уже не растет. Ну и ресурсы, которые мы тратим, то есть это техника, люди, чтобы вычистить город после зимы, когда обрабатывали ПСС, в совокупии по стоимости, получается в некоторых моментах даже дороже, чем применение этих реагентов современных. По оценкам экспертов, причем не только в Самаре, но и других городах, после начала применения реагентов на улицах стало гораздо чище. Самаре используют в основном Бионорд. Его в этом году закупили 10 тысяч тонн. Этот материал прошел множество сертификаций и экспертиз, в том числе и в Московском научно-исследовательском университете экологии человека и окружающей среды. И был признан безопасным для людей, животных и растений. Бионорду присвоили четвертый класс, что значит, никто и ничто не пострадает, говорят производители. Всего существует пять классов опасности. Пятый класс опасности говорит о том, что данный материал, какой бы он ни был, может применяться в детских, оздоровительных и так далее комбинатах. Далее идет четвертый класс опасности, то, к чему относится противоговоренный материал Бионорд. Далее идет третий класс опасности, то, к чему относится любая техническая соль, которая применяется в принципе во многих городах. В составе реагента четыре компонента. Хлорид натрия, хлорид кальция и карбамид, вещества, которые используют в пищевой промышленности. И формиаты, антиоксиданты, что примечательно, их применяют при изготовлении перчаток, обуви, дубленок из натуральной кожи. В сочетании эти вещества нейтрализуют вредное воздействие соли на почву, на металл, на краску автомобилей. Противоговоренный материал Бионорд имеет заключение Института кожеверной промышленности. И говорится о том, что противоговоренный материал не влияет на обувь точно так же, вернее, он влияет на обувь точно так же, как на него влияет любая проточная вода. Новинка химии для дорог в народе обросла мифами. Миф первый. Бионорд разъедает обувь. Но такое действие могут оказывать щелочи и кислоты, а не соль, из которой состоит реагент. Аллергию соль тоже вызывать не может. А вот как раз пыль от песка заставит чихать даже здоровых людей. Что касается токсичных испарений, из школьного курса химии известно, что соль не испаряется. Собаки Бионордом тоже отравиться не могут, как уверяют производители. Компоненты противогололедного реагента входят в состав добавок для животных в сельском хозяйстве. Этот материал активно используют не только в России. Лидер среди зарубежных стран по количеству реагентов на улицах США, затем идет Канада и Германия. Мы на сегодняшний метод поставляем порядка 69 регионов Российской Федерации. В том числе это Екатеринбург, это Самара, это Уфа, Казань, Пермь частично, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. В 2014 году, когда была Олимпиада, противоголедный материал Бионорд являлся официальным материалом Олимпийских игр в Сочи 2014. Это говорит о его стопроцентной экологической безопасности. В Самаре реагентов требуют климат. Постоянные перепады температуры в зимний период от 0 до серьезных минусовых значений приводят к ледяной корке на дорогах и тротуарах. Быстро растворить каток как раз и помогает экологический реагент. Аварийность на дорогах зимой снижается и травмпункты не заполнены. Статистика вызовов скорой помощи показывает, травм из-за гололеда стало значительно меньше. В 2014 году было зарегистрировано по скорой помощи 948 вызовов, а в 2015 уже 729, что соответствует снижению лиц, обратившихся с травмами в лечебные учреждения. В этом году где-то процентов уже на 15-20 идет снижение. Тротуары чистятся, дороги у нас убираются. Это тоже влияет, конечно же. И люди стали, во-первых, и внимательнее, и чистятся у нас все. Положительные изменения заметили и жители города. У меня мама водитель, она, например, очень сильно боится врезаться в кого-либо. Поэтому, да, наверное, надо. Лучше, чем аварии на дорогах, это лучше. Это необходимо для того, чтобы нормально передвигаться по городу. Как автомобилист, наверное, все-таки я скажу, что да, нужно. Нужно использовать средства, потому что и люди подвергаются опасности, когда просто ходят, и машины подвергаются опасности, то есть риск аварии большой. По-моему, все отлично, все замечательно. Но это лучше, чем в травмпункте будут заполнены. А иначе мы ноги-то ломаем, старые люди. Обязательно надо. Я была в Москве, вот буквально недавно, там мин при минус 15 мокрые дороги. То есть, видимо, там какие-то реагенты вот эти. Я не знаю, это как-то влияет. Трудно сказать, но ходить там нормально. Сейчас в Самаре экологическими материалами обрабатывают все магистральные дороги, те, что по 4 и более полос для движения. Посыпают им и тротуары. Старые части города от песка с солью полностью отказались. Результаты грамотного подхода к дорожному хозяйству заметны и весной пыли меньше, а газоны радуют зеленью.